Сокольский 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 Ставrut Любви Еле 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 КОНЕЦ 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 Это знаменитая танго написал рижский композитор Марк Марьяновский в 30-е годы. Хорошая компания собралась тогда в Риге. Марьяновский, Оскар Строг, заслуживший титул короля танго, Константин Сокольский, да еще наезжал частенько Петр Лещенко. И Сокольский, и Лещенко нередко были первыми исполнителями песен своих друзей. КОНЕЦ 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 А это танго Аскара Строка. Тогда, в 30-е, все они молоды, полны сил, идей. Их имена уже известны во многих европейских странах. И, естественно, не предполагают они, какая судьба уготована каждому. Им-то кажется, что удача будет всегда рядом. Но только впереди присоединение Прибалтики к Советскому Союзу, а в Европе уже идет война. И в тех же модных ритмах танго и фокстрота уже новые темы появляются в песнях друзей. Храбрый боец являлся в снах Маруси, И наяву прийти не обещал. Юмий герой Маруси на мукусе Строен красив и ловок и удал. Молодому сердцу нет покоя, Оно велик, всем девушкам любит. И мечты у каждой герои, Его женой у каждой лесной быть. Чудный удел жену героя ждет, Мужа любит и снаряжет в покой. Молодому сердцу нет покоя, Оно велик, всем девушкам любит. Оно велик, всем девушкам любит. Оно велик, всем девушкам любит. Молодому сердцу нет покоя, Оно велик, всем девушкам любит. И мечты у каждой герои, Его женой у каждой лесной быть. Чудный удел жену героя ждет, Мужа любит и снаряжет в покой. Молодому сердцу нет покоя, Оно велик, всем девушкам любит. Музыка любит. Музыка любит. И музыка, и стихи Марка Марьяновского. Любовь Марусь. Они еще не знают, что ему готово. В 41-м война пришла в Советский Союз. Марк Марьяновский погиб в фашистском концлагере. Оскар Строг оказался в Средней Азии. Случайной работой. Король танго аккомпанирует артистом кино, Который выступает. Он покинул хутор отца и отправился на заработки в город. Кем только не был. И грузчиком, и кочегаром, и мосты строил. А однажды, набравшись смелости, Пришел в кинотеатр и предложил себя в качестве певца. Директор согласился на одноразовое выступление. А публике Сокольский понравился. И контракт был заключен. Поначалу пел, подражая Вертинскому. Затем в его репертуаре появились русские народные песни, Итальянские, испанские, кавказские. Репертуар расширялся. Итальянские, испанские, кавказские. Итальянские, испанские. Итальянские, испанские, кавказские. Итальянские, испанские. Итальянские, испанские, кавказские. И скажи, ну что, то есть песен, но лишь мечтаю о нем. Выступая на эстраде, учился и в Рижском музыкальном институте. Записи на пластинки, которые разошлись по всему миру, сделали Сокольского известным во многих странах. Кроме эстрады, Константин успешно выступал и на театральных подмостках. После войны он возвращается в Ригу, вновь эстрады, театр, гастролирует по стране, исполняя песни советских композиторов. А с 65-го года, почти 20 лет, был художественным руководителем и солистом Рижского русского ансамбля песни и танца. В 60-х Константин Сокольский искупал у коллекционеров свои пластинки, которые были выпущены еще в 30-х годах фирмами Бонафон и Беллокорт. Когда-то она не пропускала ни одного эстрадного концерта. Самый музыкальный журналист Перми Александра Лаврова писала смелые рецензии на выступления звезд, невзирая на их величину. Ее статьи имели отклик не только у читателей пермской прессы. К мнению критика прислушивались Эдита Пьеха, Алла Пугачева, ансамбль Песнеры и многие другие знаменитые певцы советской эпохи. В ее архиве немало историй о судьбах исполнителей и их песнях. Поэтому ей всегда есть что рассказать своим радиослушателям.